И снова всем привет, вы на канале УНБ И сегодня будет такое полезное видео Многие задаются вопросом, а какой же толщины грунт, да? И, ну, что можно им укрыть? Давайте сегодня мы и посмотрим толщину мокрого слоя Понятное дело, что в любом материале есть сухой остаток, да? И, то есть, от вашего слоя останется 60%, а то и меньше В зависимости от того, ХС, УХС у вас или МС, да, материал То есть, сухой остаток будет от этого зависеть Но давайте посмотрим толщину мокрого слоя на сегодня Чем интересны наши грунты? Они не осаживаются на дни, их не надо потом выковыривать палкой То есть, они все время имеют такую эластичную И, как вы видите, очень без комков Масса очень приятная Размешивать Давайте мы разведем без разбавителя Через дюзу 1,7 попробуем все это дело пролить Ну, для дюзы 1,7, конечно, это очень густоватая масса Ну, попробуем ее нанести В любом случае, первый слой идет припыльный Очень плохо проходит неразведенный через пистолет Ну, и наносим полноценный слой Да, очень туго проходит через пистолет неразведенный Поэтому рекомендую все-таки пистолет в двойку, если вы неразведенный наносите Так, ну, давайте посмотрим Ну, здесь даже получается у нас 175 микрон Давайте разведем, чтобы было более комфортное нанесение И нанесем опыльный слой на другую деталь Дадим немножко подсохнуть И нанесем полноценный слой Ну, и полноценный слой нанесем Я буду наносить маленьким давлением Мокрый слой Давайте померяем Раз, два, три Раз, два, три 200 микрон получается мокрый слой Это первый слой В дыхании вообще сухой остаток считается, что при нанесении 3 слоев Это будет где-то 200-220 микрон сухого слоя Больший слой не рекомендуется на акриловых грунтах делать Почему? Потому что нижние слои у вас не просохнут А когда нижние слои не просохнут, да Ну, это чревато всякого рода браку Какому? То, что у вас грунт просто может растрескаться, да Ну, за этим грунтом такого не наблюдалось Но все же, чтобы вас обезопасить Не думайте, что порозаполняющий грунт Наполняющий, выравнивающий, да Он порозаполняющий Но не ямозаливающий Не надо пытаться грунтом сделать какие-то критичные ямы, да Для этого есть жидкая шпатлевка У нас она в линейке тоже есть И, ну, в скором будущем мы померяем и ее слой Посмотрим, сколько это будет Сейчас померяем мокрые слои, ребята Но, к сожалению, у меня нет прибора, который меряет сухой уже слой Да, то есть толщиномера нет Ну, он есть, но он очень неточный китайский Поэтому, чтобы вам не морочить голову Потом будет возможность Я оставлю эти пластины Мы проверим Ну, может, кто-то у себя в гараже проверял, да Сейчас я его немножко жидковато, конечно, развел Но посмотрим Пусть этот слой высохнет И еще один сейчас нанесем Ну и наносим второй слой Давайте посмотрим, сколько будет с двух Ой-ой-ой Уже больше трехсот Триста ровно Ну, триста, триста двадцать Так, ну, вот, чтобы вы понимали Здесь у нас идет касание по всем Так, и здесь Вот, первые две точки, да Это триста микрон Не, обманул, ребята, вас Триста пятьдесят микрон Вот, видите, она как бы запачканная Ну, и еще слой дадим Ну, грубо говоря, четыреста микрон Саша, там рендж ровера пилит, блин В принципе-то четыреста микрон с трех слоев Это хорошо То есть двести, двести, десять Может, двести двадцать С трех слоев у вас будет Наполнение микрон в сухом остатке И больше, ребята, я не рекомендую делать В принципе-то и завод-производитель тоже Больше не рекомендую делать Если у вас более страшные повреждения Более вам надо заполнить больше То в помощь вам Жидкая шпатлевка Она есть у нас в линейке Я уже говорил Поэтому Правильно используйте материалы Не пытайтесь грунтом сделать очень большой пирог Потому что, ну, в принципе-то он не предназначен для этого Жидкая шпатлевка, она предназначена для этого Либо выравнивайте детали Поболее Чтобы они у вас, как бы Ну, не требовали Такого нанесения слоя грунта Ну, вот, в принципе-то на этом все Материалы вы можете приобрести по ссылочке в описании под видео В ходе видео также была бегущая строка, где вы могли увидеть Пользуйтесь Разбавляйте грунты обязательно Разбавителями не надо использовать 646-й, R12-й, да 647-й, 8-й, 50-й Это все растворители И они нарушают молекулярную структуру вашего материала И несмотря на то, что на многих каналах вы видите, что да, прокатывает Я тоже раньше так говорил, да, прокатывает растворитель Нет, ребята, он не прокатывает Вы этого не видите То есть и лак идет в мелкую сеточку Нарушается структура, да И зерно закипает на краске Цвет меняет То есть это все некачественный ремонт Пользуйтесь разбавителями И все будет хорошо А на сегодня все Здоровья всем крепкого Настроения бодрого, добра и бабла